Так, ну что, у нас отлично, у нас здесь есть прекрасный чат, я открою его, чтобы было видно в традиции, если вы участвовали в подобном мероприятии на живых таких лайвах. Давайте знакомиться, здесь много людей, кого я знаю, здесь много людей, кого я не знаю. Напишите, пожалуйста, откуда вы, кто вообще, где, чем вы занимаетесь, почему решили прийти, чем вас заинтересовала данная тема, что ты натронула. Я пока сейчас еще зашлю дополнительную рассылку с тем, кто бежит, пишет мне вот в личку, что бегут. У меня есть тоже, продаю людей, Олег, красавчик, коллега. У меня есть еще вопросы, которые пришли в параллельный чат по поводу запросов. Мы можем тоже ребятам предложить сразу озвучивать запросы или это потом? Я думаю, потом в процессе, чтобы немножко люди сейчас расслабили атмосферу, чтобы люди понимали, что здесь безопасно, комфортно, и можно себя чувствовать безопасно, что здесь все так или иначе по одной и той же теме. И всем интересно, всем важно узнать, что же, как же и почему-то. Олег, будьте здоровы. Так, Вероника, Санкт-Петербург. Привет, Вероничка. Круто, ребят, будет здорово, если все поделимся, потому что так или иначе то, чем вы занимаетесь, и неважно даже, похоже или не схоже с другими, будет полезно всем. Так или иначе, хочется просто понимать точку входа. Тот, кто пришел сюда, по-любому есть запрос. Не просто так я писал и везде рассказывал о том, что у меня будет интересная встреча, и их еще будет много. Вся неделя, до следующего вторника будет много-много контента, которая посвящена каждому из вас, вашей деятельности, будь вы предприниматель или творческий человек, неважно. Если вы заинтересованы в том, чтобы тема аутентичности сейчас такая, можно сказать, на пике, я этой темой занимаюсь уже очень давно, поэтому буду рад помочь каждому из вас найти ответы в своей точке аутентичности, в точке уникальности. Так, вижу, круто. Спасибо вам за теплоту и обратную связь, что все пишите. В Сочи много восторженных рекомендаций о Валите. Благодарю, очень приятно. Пришла, потому что пора, пишет Анастасия. Знаю, насколько ты молодец. Благодарю. Константин, Костя, привет. Спасибо, что пришел. Ну, все отлично. Давайте потихонечку, да, к тех, кто доходит писать. Ну, и, конечно же, по традиции, тем, кто пришел сегодня, вам больше достанется, потому что всегда те люди, кто приходят на лайв, и это возможность сразу из инсайта, который приходит в голову, можно сразу пообщаться, задать вопрос, пожалуйста, я вас прошу, не стесняться, задавать все любые вопросы. Еще раз говорю, глупых вопросов не бывает. Все вопросы достойны того, чтобы на них получить нужные ответы. Поэтому возникают вопросы, сразу пишите в чат. В конце мы пообщаемся, и у каждого будет возможность задать мне личный вопрос, так что вот вижу, еще люди подключаются. Наталья, здравствуйте, город Сочи. Только недавно у вас вот был. Максим с Егором приглашали. Прекрасное сообщество предпринимателей. Ну, все, тогда погнали, да? Можно Максим открывать, думаю, да, вы же. Отлично, давайте начинать. Так, у меня все готово. Поехали. Как вообще настроение, ребят? Как вообще настрой? 7 вечера, вторник. Как настроение? У нас сегодня, мы не будем сегодня много давать, дадим такой изнурительного. Сегодня будет легкий такой контент, чтобы вас возбудить, воодушевить, вдохновить. Поэтому давайте с этого начнем. Так, всем все видно? Поставьте плюсики в чатик, чтобы я понимал, что все круто. И я могу вещать, слышно, видно. Огонь. Вижу огни. Настрой прекрасный. Класс, класс, класс. Офигенно. Спасибо вам, дорогие друзья. Чат открыл. Всех вижу. Буду реагировать по мере возможности. Ну, все, поехали. Итак, добро пожаловать на первую встречу по аутентичности. Вы не знали, но вы попали в креативный челлендж ES. Сами того не понимая, не зная, я вас, собственно, пригласил в такую интересную и увлекательную игру, где за 7 дней, если вы будете следить за тем, что происходит в нашем чате, будете присутствовать на тех встречах. Их будет не так много, но они будут, каждая из, их будет всего 4, и эти 4 встречи будут посвящены именно вам, потому что у каждого из вас есть запрос, а в чем моя аутентичность, а как же мне делать контент. Я, на самом деле, сторонник ломать перспективу стандартной настройки именно продюсеров, маркетологов, которые так обильно и так со слюновыделением таким большим пенным рассказывают, как вот сделать эту фишку, сделаю фишку, чуть позже расскажу про свой опыт и расскажу, как мне удавалось менять эти правила, и я обожаю менять правила, поэтому здесь не про стандартный подход, не про технические фишки, здесь про то, что живет у вас внутри. Это живет у меня внутри очень давно, и я этим делюсь так же давно и стараюсь активировать людей на то, чтобы они слушали, в первую очередь, себя, смотрели внимательно в себя, и это свое, это аутентичность, была ярким примером того, что вы тот человек, который достоин и внимания, и денег, и крепкого здоровья, и офигенной обратной связи. Поэтому первая встреча, аутентичность, поехали, всех приветствую. Спасибо. Я специально надел мальчик, чтобы вас так подъескивать, а чуть позже буду рассказывать, что это такое. Итак, сразу начну с вредных советов маркетологов и продюсеров, которые вам обычно, ну, если вы в этой теме, и если вы встречались с тем, что вам пытались продать, так скажем, тренд, вам пытались продать историю про делать контент каждый день, вам пытались продать про то, что нужно продавать, продавать, еще раз продавать, вас посылали на курсы по продажам, копировать успешных конкурентов, как художник воровать, и делать так же, делать громкие заголовки, писать капсом, насколько вы классный, стать маркетологом, стать продажником, стать СММщиком, все-все-все, стать контент-мейкером, и тогда все сразу пойдет. К счастью, так получается не у всех, но, может быть, получается у тех, кто умеет на этом пластиковом языке разговаривать, я надеюсь, что здесь люди те, кто не хотят и не очень готовы, да, себя как-то идти против себя, чтобы заниматься тем, что вам не нравится. Здесь про то, чтобы вам, в первую очередь, нравилось то, что вы делаете, это самое важное. И, конечно же, результат таких советов – это нет сил, нет времени, ничего не нравится, у вас куча задач, вам нужно все постить, вам нужно перерепостивать, то есть какая-то, знаете, на вас нагружают до факта очень много ролей, где вы и менеджер себе, и продюсер, который вам говорит, делайте вы уже сами себе продюсер, и вы уже сами себе маркетолог, короче, вот эта вся рутина на вас налетает, и вы не понимаете вообще, что вообще происходит и зачем вообще все это делать. Конечно же, падает интерес аудитории, потому что видит, что вы пожутились, видит, что вы как-то неестественно себя ведете, как-то все очень пластиково-стеклянно, нет никакой как бы живости, да, вы как будто выполняете чью-то программу, и это становится еще одним не очень успешным результатом. Ну и, конечно, как правило, самый главный результат – вы просто не понимаете, вы путаетесь, вы запутываетесь, и вообще не понимаете, надо ли вам двигаться, надо ли вам рассказываться. И многие люди, отчаявшись, на моих глазах это было там сотня людей, которые просто в этой агонии, непонимании начинают просто идти обратно на работу и становиться чем-то стандартным, простым, чтобы перестать мучиться от того, что они не понимают, вроде, так все было хорошо. Очень много, на самом деле, людей, которые прям разочаровываются в том, что идут по ложному пути и возвращаются к себе в колею. Это нормальная история, это проходит все. Иногда нужно вернуться даже в колею, чтобы вспомнить, а надо ли вообще заниматься тем, чем ты хочешь. Или это такой понятный путь, когда надо еще набраться опыта, что-то еще. Я надеюсь, что после этих встреч вы поймете, где ваше, вы увидите, услышите из себя, где конкретно твое, где мое, и будете делать простыми шагами то, что у вас хорошо получается. И от этого получать больше кайфа, тратить меньше денег, времени на продюсеров и технические трюки. Если всем это откликается, о чем я говорю, поставьте пожалуйста реакцию, чтобы я понимал, что мы с вами в синхронизации, что все происходит как надо, что мы говорим на одном языке, что вам это не подходит, вы не согласны получать вот такой результат, вам это не нужно. Бежу огонечки. Я рад, что мы с вами на одной волне. Честно, меня немножечко это, меня самого очень сильно подбешивало, когда я работал еще в корпорациях и видел, как технические продюсеры, я вам так скажу, вообще в целом с продюсированием в России большая беда. И то, что называется сейчас продюсированием, да, в простонародье, тогда еще называлось просто аккаунт-менеджмент, когда вас не пытаются найти, обнаружить, помочь, вытащить вас наружу и определить ваше настоящее внутрь, а вас пытаются просто упорядочить в какой-то процесс, где бы вы были чем-то заняты, создавали бы ИБД, имитацию бурной деятельности. И в этом ИБД, да, люди такие думали, о, наверное, он такой-то, да, что-то происходит, круто, надо попробовать послушать, слушать, что это все как-то очень пластиковое, и такие, ну, что-то нет. Результат такой, что вы тратите время, и у вас нет на это больше сил и желания. Вот, конечно же, проблема самая большая, что все пытаются почему-то продать, я не знаю почему, я не знаю, почему до сих пор все не поняли уже, что это какая-то ловушка, все пытаются продать какую-то шаблонную историю, но якобы у одного сработало, соответственно, и у других сработает. Это, знаете, как если бы, не знаю, ну, каждый был бы ювелиром, или каждый был бы, ну, не знаю, автогонщиком, да, или каждый был бы идеальным футболистом, если бы все было просто, все так подходило, каждый бы тратил бы на все меньше времени, ну, и все были бы идеальны, такие, знаете, как в игре Sims, потому что в игре Sims, конечно, мы все идеальны. Все идеально проходит. И, конечно же, почему все, вот о том, о чем я говорю, почему меня так это сильно забомбило, что мне в какой-то момент начало это сильно не нравиться, и работа в таких условиях, с такими людьми меня привела, знаете, к такому прям вот, к такому замку, где я потерял очень много сил, потерял очень много энергии, и потерял к самому себе в какой-то момент веру, и понял, что надо что-то делать, надо что-то делать по-другому, и стал делать через свой опыт, через свой пример. И самое-самое главное, что у меня это получилось, и получилось не только у меня, и еще у людей, которые пришли и стали по этому примеру пробовать делать совершенно иначе. Здесь даже есть некоторые люди, которые в этом участвовали, и не могу не похвалиться их результатами, чуть позже буду рассказывать, как у ребят получилось. То есть я рад, что ребята приходят вновь и вновь, мне нравится, что это стремление меняться, искать себя, оно остается, и это круто. И немножко об этом челлендже. Мы придумали 7 дней, я не стал делать какую-то большую программу на 30 дней. Простые 7 дней, совершенно для вас бесплатные. Вам, если откликается, вы приходите, получаете им пользу, применяете и видите результат. За 7 дней вы узнаете, куда вам двигаться, 100%. Где ваша кнопка бесконечного контента? Что вам такого делать, чтобы вы не думали о том, да блин, GPT, сделай мне еще пару контент-планов, сделай мне еще пару контент-идей каких-то. И, конечно же, я покажу вам простой путь до ваших новых денег, потому что они вокруг нас. И если бы это не было бы так, не было бы фактов, которые я позже вам расскажу. И это все реально, это не какая-то золотая волшебная кнопка, просто другой взгляд, просто иное видение на то, что происходит вокруг. Мне неинтересно вам рассказывать про технические трюки. Они не работают, простите. Как бы не хотелось бы вам простого какого-то чик, и все готово. Нет, я хочу вам сказать нечто другое, что может получиться по-вашему, да еще и хорошо, да еще и привести вас к тому, что вам о самим нравится. Давайте немножко познакомимся. Те, кто меня не знает, те, кто знает, может быть, обновить обо мне информацию. Как бы это ни звучало комично, я из маленького города, и это не какая-то история про Золушку, это просто история про, наверное, упорство и твердолюбие какое-то, или твердолобие, я не знаю, как это называется. Я из маленького города, длинного как кишка, с тремя Продольными, город Волгоград, и я начинал с самого простого. Я занимался водным полом, а затем мне так хотелось что-то делать творческое, что я своего друга увидел камеру, потом еще одной подруге увидел камеру. Моей маме не дали кредит, и я обманул, собственно, банк, сказал, что я работаю на маму. Мама обманула банк, мне дали кредит. Так появилась моя первая камера, и чтобы мне начать отрабатывать эту камеру, я начал снимать, что-то делать просто самое невероятное. В моем городе, поскольку я жил в частном секторе, и через железную дорогу было кладбище, и пришла идея, почему бы не снимать выписки. Но это никак не связано с выписками, потому что на кладбище их не было. Просто выписки, детей, поминки, свадьбы. И в какой-то момент, когда я этим занимался давно-давно, у меня как-то был полный цикл от рождения до бракосочетания и конца этой жизни. Надо было как-то называться, может быть, продакшн, таков путь, или от рассвета до заката, наверное, я был бы успешный в этой нише. Но так получилось, что моим амбициям было мало этого, и я дальше пошел в караоке. Как вы поняли, это второй путь, где развивается творчество. Ну а дальше я переехал в Москву и попал в интересное окружение, после чего это окружение меня привело в крутую компанию, которая впоследствии называлась Skillbox, где впоследствии я стал креативным директором. И весь мой опыт и желание снимать, создавать что-то новое, интересное, вот дало такие плоды, как сейчас самая крупная команда и компания, которая в AdTech занимает лидирующие позиции, после чего я стал создавать стартапы из образовательных курсов, добавляя свое видение, свое желание что-то сделать новенькое, интересное. Я создал 15 авторских курсов по мобильным навыкам. Ох, разрываются люди, бегут на Zoom. Соответственно, после этого пути так все было много-много-много-много. Дальше это сотрудничество с блогерскими агентствами и уже люди, которым я помогал расти и превращаться в какую-то целостную личность и, собственно, радоваться в удовлетворении того, что у них получается и получалось. Как вам такой путь? Дайте реакции. Это на самом деле не выдумка, просто желание не сдаваться. Я уверен, что у каждого из вас здесь есть такое желание не сдаваться, идти, идти. И я хочу быть для вас примером того, что это реально, все реально, все можно добиться чего хочешь. Главное – найти свой вектор, свой угол обзора. В моем случае это было видение. Благодаря видению я, наверное, мне везло. И это помогало мне видеть чуть дальше, чуть, может быть, с другого угла на те вещи, когда говорили «не получится», «вряд ли», «не надо», «не стоит», «никому не зайдет», «вряд ли к кому-то понравится». И все эти вещи я слышал практически всю жизнь, но факт есть факт, результат есть результат. Соответственно, вот небольшой список, с кем мне удалось поработать за последние мои минуты, с 2014 года, тоже был скиллбокс, до этого были бренды, но так вот, наверное, с 2007 года я стал этим заниматься, 2007 года, потихонечку-потихонечку, ну и вот, соответственно, поработал со всеми, с кем хотел, даже поработал с теми, с кем и не хотел. Провел, посчитал, что больше 10 тысяч часов практики, больше 800 миллионов денег бизнесам, которые благодаря контенту, видению, стратегиям, все это росло, росло, росло. Я просто понимал, что это уже невозможно в себе держать, невозможно аккумулировать. И многие мои коллеги сказали, что почему ты не рассказывай, почему ты не делишься. И я рад, что сейчас я этим занимаюсь профессионально, могу делиться на твердой основе, потому что меня это очень сильно, знаете, высвобождает этот опыт, эти знания помогают мне дышать дальше, набираться еще больше сил и помогать другим людям также находить себя, как в какой-то момент я нашел тоже себя. Поэтому видение – это основная моя, соответственно, суперсила, она помогает мне увидеть нечто большее за теми сценами, где люди сомневаются или не видят. Или не знают как. Вот пример одного из моего любимого друга, товарища и ученика. Он даже здесь, кажется, есть. Его зовут Ваня. Он блогер. И да, он, кажется, здесь. Ваня, привет. Спасибо, что пришел. Мне очень было приятно, когда Ваня в челлендже написал нам в чате, что его видео залетело на 12 миллионов, потом на 18 часов, но, кажется, уже больше летит. Это классно, когда на 28-й день челленджа человек просто абсолютно расслабившись, поддался этому потоку и стал просто творить то, что из него прям исходило. И это стало приносить ему как можно больше просмотров, можно больше подписчиков. Сейчас мне очень приятно видеть, как у Вани сейсмически растут подписчики. Вот, кстати, если многие думают, что это все муляж, здесь есть живые люди, которые могут своим присутствием подтвердить, что это правда. Пожалуйста, подписывайтесь на Ваню, у него офигенный контент. Он странный, он лютый, он иногда необъяснимый, но он офигенный, потому что в этом есть Ваня. И это чистое творчество. Это кайфо. Поэтому видение – это одна из тех вещей, за которыми вы можете ко мне обратиться, потому что благодаря ему иногда, когда вам не видно, происходит какое-то, знаете, начало неверие, а потом происходит магия того, что это реально работает и получается. И вы уже с этим либо женитесь, либо миритесь, либо идете дальше. Пожалуйста, напишите, какой у вас в целом вообще запрос. Вы 100% пришли с запросом, с вопросом. Будет приятно увидеть ваше сообщение в нашем чатике, чтобы я понимал, как я мог развивать нашу презентацию по такой структуре, чтобы вам было всем полезно, понимая, что вы здесь из разных миров, из разных городов, из разных окружений. Разные среды обидания. Поэтому если у вас уже за несколько, 20 минут, в которых мы здесь находимся, появился какой-то конкретный запрос или вопрос, или пока что вы в процессе загрузки этого вопроса, пишите, потому что каждый из вас поможет каждому здесь находящимся. И, соответственно, и мне, потому что я буду отражать и давать вам ответы, и каждый из вас этот инсайт сможет точно получить. Так, отлично, уже полетели. Обрести неподражаемый стиль контента, который бы приносил больше трафика и прибыли в компании. Очень хороший запрос. Напишите, на каком этапе сейчас находитесь. А, тут Максим пишет. Спасибо. Не мог пропустить твое начинание. Благодарю, Дима. Так нужен ли личный бренд? Есть. Не по шаблонам ли создавать, а стать шаблоном? Не по шаблонам создавать, а стать шаблоном. Узнавать новое для себя, потому что уже много-много всего. Отлично. Мне понятно, куда развиваться, куда развивать нашу тему, куда развиваться, конечно. У меня есть еще очень комплексный запрос от человека, который не смог прийти. Хочешь, чтобы я вас сейчас выучил? Давай, давай, давай. Одну секунду, я открою сейчас. Значит, вопрос... Ребят, скажите, сейчас я спошу, ребят. Ребят, в целом, скажите, тема актуальна? Вообще, вот то, о чем я говорю, актуальна ли всем? Итак, запрос от дорогого психолога. Сильно дорогого? Ну, нормально дорогого. Выше среднего. Ну, не то, что космос, но выше среднего, скажем. Ладно, потянем. Поехали. Значит, как лучший эксперт, то развивать свой личный бренд. Учиться маркетингу, СММ и продажам самому. Вариант номер один. Вариант номер два – обратиться в агентство полного цикла. Вариант три – нанять продюсера. Вариант четыре – саму формировать команду риусмейкера, продажника, ассистента СММщика. И главное, что интересовало нашего эксперта, как выбирать его или их, как проверить качество, как контролировать результат. О, отлично. Начну. Ребят, всем откликается. Давайте мы просто... Макс, давай сделаем так. Либо мы сейчас ответим сейчас, либо сейчас раскроем тему, и в конце мы прямо как вишенку на торте положим этот ответ. Как хочешь. Окей, тогда я хочу немножко тему подраскрыть, чтобы дальше было людям еще более интересно. Отличные вопросы, да. И на них есть ответы. Как раз таки прям вот на весь трек нашей встречи вы прям по пикселям сможете не просто получить какой-то один конкретный ответ, вы прям пропиться для себя и усваивать это, чтобы это было не просто, знаете, каким-то техническим ответом, где вы просто получили ответ и не поняли. А вы прям усвоенно, да, приняли этот ответ. И он у вас лег как бы таким, знаете, понятным фундаментом или понятным слой внутри вас, чтобы вы не... У вас не было сомнений, что вы получили просто какую-то техническую рекомендацию или вы реально себя сами поняли. Поэтому зафиксировали. Если что, я, Макс, тебя переспрошу. Спасибо, что говоришь эти вопросы. Но давайте раскроем тему, почему ЕС, почему я это сделал. Потому что, ну, это реально получилось как формула, честно. Я когда, знаете, года полтора назад у меня просто рука везде писала ЕС, 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 и мне так нравились эти три буквы. Еще как-то я ехал в маршрутке какой-то, и у человека в наушниках играл Моргенштерн. И я все думаю, что за херня, что-то играет, что-то бум-бум-бум-бум-бум-бум. И на моменте он так снимает наушники, так снимает наушники. И у него просто момент в песне, где он говорит, Бог любит троицу, йен, евро, баксы. И я такой, вау, Бог любит троицу, йен, евро, баксы. И я такой, блин, мне так это заело в голову. И я такой, прикольно, ЕС. ЕС, а почему ЕС? Так я не понимал, почему ЕС. Пока в какой-то момент, вот в моменте, соответственно, когда я выходил из трудного кризиса, из 110 килограмм, где не хотелось просто жить и работать, просто вообще ничего нет, просто ничего не хочется, хочется есть и еще больше становиться. И потихонечку, чтобы глаза заплывали мясом, жиром. И вот в один момент, когда я стал сбрасывать с себя эти оковы жира, эти оковы лени и прокрастинации, я встаю потный, смотрю в зеркало, что у меня уже просто, у меня уже начинает свисать, все уже уходит. И у меня просто в голове прям такая штука. Думаю, блин, реально получается, реально делает, работает. И я копаюсь души, душ запотел, и я так пишу на зеркале ЕС пальцами. И мне просто выходит эта вещь, как три слова. Я это сделал. И у меня просто в голове был какой-то, знаете, салют того, что думаю, ну вот оно. А дальше это выросло в формулу. И на последней встрече я вам расшифрую до конца, почему я это сделал, почему три буквы. Я надеюсь, что вы к этой формуле проникнетесь. Это будет про каждого. Потому что дело на самом деле не в том, чтобы прокачивать свои скиллы. Не в том, чтобы там срочно зарабатывать деньги на что-то. Все просто, знаете, как вот по пазлам просто. Все идет со своим чередом. Сначала вы настраиваете то, что в вашем теле лежит и дает вам энергию, потому что без вот этого тела, этого костюма, вряд ли у вас будет энергия на что-то. Дальше у вас появляется энергия на то, чтобы делать, получать опыт, а дальше этот опыт вам приносит те самые деньги. И об этом я буду рассказать эту тему все больше и больше. Поэтому если вы готовы узнать про эту формулу, погрузиться в ответ и получать артефакты каждую встречу, напишите, пожалуйста, ЕС, чтобы я понимал, что вы сегодня ЕС. На самом деле. И вы со мной? А я с радостью поделюсь вам всем, что у меня есть. Если вы ЕС, пожалуйста, напишите ЕС. И я открываю занавес. Все, вижу, поехали ЕС. Огонь. Благодарю вас. Отлично. Вижу, что всем хочется ЕС. Как и мне в какой-то момент захотелось. И теперь я не могу этого в себе спокойно держать. Парочку, опять же, не могу не поделиться тем, что происходит у людей. Те, кто пробует этот ЕС. Те, кто проходит этап. Кто решается. Потому что люди, знаете, бывают на разных этапах. Лично на моем опыте есть люди, которые говорят, о боже, у меня просто нету сил. Я не знаю, куда двигаться. Мне реально отвратительно от себя. И я не знаю, что мне дальше делать. Я вообще просто запутался. И в этом случае ЕС помогает. ЕС, когда вы вроде все ок, но настолько все начинает быть пресным, что ваша жизнь, да, казалось бы, как будто бы настроена, не дает вам больше, чем, знаете, один мой товарищ сказал, он работает тоже коучем, но он, знаете, из военной структуры. И он говорит, я всю жизнь стремился к достатку. И когда я получил достаток, я понимаю, что я выше этого достатка прыгнет. Я просто вроде есть все, а я хочу, а я просто, а мне как будто бы, знаете, дают достаточно. И в этой точке тоже ЕС помогает, потому что тоже, знаете, такая вещь, которая может напугать сильно, и вам кажется, что вау, неужели я больше не вырасту. Вкратце расскажу про, вот, например, Верон, потрясающий человек, потрясающий блогер. Она до сих пор растет и развивается. Верон – это человек, который пришел с сильной апатией, с сильной грустью о том, что вряд ли что-то получится. Она все, типа, якобы перепробовала, и все уже было тщетно. Она продолжала делать какой-то депрессивный контент. И дело в том, что есть маленький секрет, которым помогает мне лучше работать и лучше понимать человека – это система ИДЗИН. Я о ней буду рассказывать в третьей встрече, когда мы будем раскрывать, когда мы будем раскрывать, соответственно, тему контуров и как вообще двигаться каждому по своему контуру. В общем, сначала точка была, у нее было 20 подписчиков, апатия, она постоянно кукурила электронки. И через 90 дней она взорвала просто интернет своим вирусным голосом, своей вирусной подачей, сейчас делает свои проекты. И не только растет в деньгах, она растет в том, что люди хотят ее видеть, хотят ее смотреть. И так все больше и больше и больше. И таких примеров, на самом деле, много. Не только в блогерской сфере, есть в предпринимательской сфере, когда люди занимаются предпринимательством, и у них такие же есть запросы на то, чтобы как вырасти, что мне делать, что мне в моей нише или в моем проекте делать, почему это не вырастает и почему это ничего не работает так, как должно. И за 45 дней также приводят себя в чувство, приводят себя в работе состояние, меняют какие-то фазы, которые им мешали работать, убирают лишнее. И это, соответственно, помогает им идти дальше. Иногда даже просто бывает, нужно лишнее лишь убрать, чтобы новое заполнило это пространство. А иногда, когда мы не готовы убирать из жизни лишнее, мы так с этим и ходим, и нас это сильно отягощает, и ничего с этим поделать не можем. Побольше кейсов я буду рассказывать в группе, в которой вы находитесь, каждый раз я буду показывать вам, чтобы вы вдохновлялись теми людьми, у которых это получилось. Если у вас есть желание, очень важный момент, меня все время настораживало и все время, как скажем, тревожило, что я часто видел людей, которые постят свои кейсы, и мне все время казалось, блин, так можно написать все, что угодно, правильно? Ну, то есть, про кого угодно. Если вам хочется познакомиться и узнать всю правду у этих людей, правда ли это так, вы можете написать каждому. Я могу поделиться контактом, чтобы у вас не было сомнений, что это какая-то магическая иголка, магическая какая-то штука. Всем людьми, которые будут делиться, рассказывать, у всех есть результаты. Поэтому это не, опять же, продажа какого-то супертренинга. Это просто работа, где у вас есть 100% желания, а у меня есть 100% желания вам помочь. И именно в этом содружестве у нас получается этот вес. Если вы не готовы и просто хотите, чтобы кто-то решил вашу проблему, так, конечно же, не работает. За 7 дней, которые я для вас подготовил, вы узнаете секреты, как делать легко, в удовольствие. Вы, наверное, разочаруетесь в классическом маркетинге и шаблонах, но зато вы подберете ключи к вашему контенту без усилий, запишите первый безусильный формат. Это самое главное, что вы можете сделать на этих 7 дней, прям найти эту кнопку и начать писать ваш безусильный формат контента без каких-то особых заморочек. Дальше вы узнаете приемы, узнаете, как монетизировать вашу компетенцию, получите формулу. Это будет вторая встреча. Я расскажу вам про формулу бесконечного контента. И, конечно же, на седьмой шаг это вы узнаете, куда идти. Я надеюсь, что у всех получится, если вы будете собирать, знаете, как по пазликам эти вещи, и тогда вы сможете поделиться и тем, что вы накопали для тех, кто вдруг, может быть, не рассмотрел эти вещи. Можете быть примером прям на глазах тех, кто все это смотрит и в это выражается. Итак, давайте знакомиться. Я с этим уже познакомился. Тут много, некоторые писали, кто чем занимается. Консалтинг я видел. Тут еще консалтинг, упаковка продвижения личного бренда. Консалтинг, консалтинг, консалтинг. Очень много консалтинга. Соответственно, ну и вот, типа, запрос был, как развивать, соответственно, контент, чтобы привлекать больше трафика. В целом, интересно, что вы все работаете с информационным продуктом, и это здорово. Давайте разбираться, зачем все-таки нам нужна аутентичность. Может, у кого-то есть уже догадки, кто вообще с этим сталкивался, кто вообще пробовал развивать аутентичность. Или наоборот, кто-то, может быть, пробовал, не понял, что это, запутался, знаете, как закопался в этом и просто остановился. Можно голосом с этим, можно текстом, можно текстом, чтобы мы экономили время, потому что не хочется долго это делать, хочется вам дать пользы. А дальше вы, собственно, уже будете в этом состоянии, будете выбирать, готовы ли вы идти дальше, собирать эти артефакты. Проблема в какой-то момент запуталась. Нормально, бывает. Кто еще пытался пробовать себя в аутентичности? Потому что есть такая аутентичность, это УТП. В какой-то степени, наверное, да, если вы себя выделяете в виде ценности, то, да, наверное, ваш личный опыт и аутентичность, и вообще проявление, да, скорее всего, это есть УТП. УТП. Для кого-то, да, если вы себя именно продаете. Но все же, да, знаете, многие люди путают аутентичность и уникальность. Знаете, думают, что это одно и то же, или наоборот, делают ставку на то, что надо быть уникальным, да, аутентичность как-то подтянется. Аутентичность нам помогает именно выделиться и как-то, понимаете, подсветить особенно наш блеск. Я называю этот блеск. Я человек, который дальтоник, и я не вижу цвета, но я вижу четко свет от людей. Я когда вижу человека аутентичного, он прямо, знаете, вот есть такой вот какой-то незримый такой есть свет, который исходит от человека. Вот он просто, знаете, вот он другой. Он совершенно, знаете, непослушный. Я, может, так выпускаю. Пускай, если называть человека аутентичным, то, скорее всего, вряд ли он будет послушным по стандартным правилам. И он просто будет хотеться по-своему. Он просто будет выделяться мнением, звуком, поведением, одеждой. Во всем можно, на самом деле, включить свою аутентичность. И если ее качать, то вы будете сильно выделяться. Куда бы вы ни пришли, знаете, как у нас воспринимают все невербальные люди. Поэтому, когда мы делаем акцент на свою аутентичность, и когда мы ее ищем, когда мы ее начинаем включать, то тогда нас просто, знаете, вот из толпы хотят с нами познакомиться. Может, вы видели такой пример, когда вы шли где-то по улице и видели человека, который такой прям вау, прям на вас произвел впечатление, и вам было интересно, кто он, чем он занимается. Был такой у вас опыт, когда вы шли по улице и видели такого человека или встречали на каком-то мероприятии? Наверняка у вас такое было, когда вы просто не понимали, что за магия такая общая с человеком? Почему он так меня притягивает? Так вот, я сама такая. Я сама такая. Ну вот, соответственно, если на вас так реагирует, то она у вас есть. Осталось только включить ее до конца и начать ей пользоваться, потому что аутентичность – это не просто нарядиться красиво, это в целом состояние, которое из вас исходит. Потому что, сейчас я говорю, нас воспринимать невербально. Мы можем говорить все, что угодно, но если мы в каком-то не в своем, не в своем оттенке, не в своем тоне, то нас, конечно же, будет не очень хорошо и приятно видно и слышно. Аутентичность – это когда… Почему важно сейчас? Аутентичность – это когда вы выделяетесь, а уникальность – это тот фактор, набор характеристик внутри вашей уникальности. То есть, допустим, вы можете быть аутентичным человеком, не знаю, одеваться, пахнуть, говорить, мыслить, видеть, вести себя, но внутри этой аутентичности есть уникальные еще характеристики. То есть, это такая вот два слоя – аутентичность, уникальность. Это не два разных объекта, это все про одно и то же. Просто уникальность – это второй слой под аутентичностью. Понимаете? Кому это понятно? Кто понимает, что это одно и то же? Потому что многие люди разделяют эту вещь. Вижу, что Максиму не очень понятно. Давайте попробую еще раз объяснить на кубиках. Аутентичность – это когда вы находитесь в состоянии, которое позволяет вам выделяться среди всех. То есть, вы просто в таком состоянии, когда вы уверены по поводу своей мысли, по поводу своей идеи, вы понимаете, что вы одеты так, как вам нравится, и ни один человек, ни одним комментарием вас не смутит. Вы просто такой, вы твердый, вы такой, какой вы есть, и вам не нужны никакие дополнительные факты, догадательства. А уникальность – это уже конкретно этот вход в вашу аутентичность, где вы показываете свой навык конкретный, вы демонстрируете свой стиль, вы демонстрируете то, что у вас лучше получается, чем у других. То есть, представьте, допустим, вы среди обычных людей можете быть аутентичны, а среди аутентичных вы можете выделяться уникальностью, потому что это ваш неповторимый стиль, это ваш неповторимый почерк, это та характеристика, которая вас сильно-сильно подсвечивает среди даже других, таких же классных, как вы. Почему уникальность видна, а аутентичность не видна, если ее не проявлять? Послушайте в твоем подкасте. Почему уникальность видна? Потому что, еще раз говорю, уникальность – это то, когда вы прям проявляете конкретный жест своей характеристики. Не знаю, вы пришли, допустим, на вечеринку и такие, а, у меня есть фломастер, взяли просто и разрисовали какую-то часть стены. Уникально? Уникально. Если это вы на вечеринке художников, просто вы взяли и проявили это. Аутентичность – это когда вам даже не нужно говорить о том, что вы какой-то особенный. из вас все же говорили. Это про состояние, про то, что от вас исходит. Знаете, вы можете утром проснуться, идти просто с кайфом улыбаться, и люди скажут, что, что с тобой? Вы просто будете в этом состоянии. И это состояние, нужно работать, над ним нужно трудиться, чтобы от вас это прям пахло и вам не нужно было доказать. Потому что многие люди, еще раз говорю, в чем перекос? Многие люди думают, что аутентичность – это и есть уникальность. Ее пытаются как-то выделить, навязать, прокачать, прийти там, где-то ее вот, вот знаете, что-то сделать. Но это личное состояние. Почему сейчас так важно тема аутентичности? Почему сейчас все такие, знаете, почему так важно себя это проявлять? Потому что в силу того, что в цифровом мире стало так много подделок, так много людей, которые выдают себя не за себя, да, вам навязывают какую-то свою идею, вам навязывают какую-то, знаете, формулу там какую-то, да, или что-то еще. Но настоящих подлинных людей очень мало. Аутентичность – это проявленность и подлинность, где ни с чем вас не спутаешь. Вы подлинный, вы настоящий, вы честный. К вам хоть с какой стороны подойди, от вас будет это, вы будете целостно смотреться. Никогда, допустим, вы в одном месте вот такой, а в другом месте вы забиты, и вам не хочется общаться. Это какая-то просто уникальная подача, вам повезло, вы здорово продемонстрировали свое умение перевоплощаться. И сейчас очень важно быть настоящим, потому что людей, тех, кто вошли, знаете, вот в это состояние позировать, быть каким-то персонажем, им очень трудно в настоящем мире это поддерживать, знаете, как подтапливать огонь. И если вы можете в интернете быть классным, а вживую к вам не подойти, то это, знаете, какое-то немножко разногласие, да, как бы, то есть зачем вы показываете миру одно, а на самом деле вы другой. Если это ваша сила, если вы можете быть даже, допустим, грустным, но так искусно грустным в интернете, что к вам захочется, не знаю, к вам, к вам вас обнять, к вас поддержать, есть люди, которые прям на этой грустности, на этой грусти прям выезжают, потому что это, ну вот, это трушно. Знаете, раньше были эмо, почему они были трушны? Потому что, ну, то есть он, вот он прям дотал вас, этой челкой, эта челка прям закрывает его, она настолько лакирована, настолько стильно все это сделано, что к нему никак не подкопаться. Я вас призываю искать свою настоящесть и быть подлинным, не обманывать себя. В этой аутентичности как раз таки есть ответ, который лежит внутри вашего вещания. Почему людям многим неприкольно и трудно вещать? Потому что люди пытаются переодеться в что-то другое, понравиться пытаются, понравиться найти этот формат других блогеров, чтобы применить и скопировать его. Из этого происходит такой некий раскос. Так, я вижу сообщение. Правильно ли я понимаю, что аутентичным делает опыта, свободного проявления моего стиля и выражения себя. И даже если я делаю что-то обычно, иду, говорю, готовлю, но делаю это свободно, разрешаю себе делать в своем стиле, это привлекает и сжигает окружающих. Аутентичность, ну, давай так, это не набор опыта, это, возможно, не про опыт, это про, еще раз говорю, про то, насколько ты там правильно написал по поводу разрешать, это насколько ты разрешаешь быть себе неподдельным, ты разрешаешь себе просто, ну, вот, я сегодня иду в мятой футболке. Знаете, бывают люди, которые идут в мятой футболке, это им прямо вот к лицу, да, вот он, вот он, знаете, вот это прямо его, вот он просто, он просто разрешил и нет ни единого сомнения, что он случайно одел или ему некомфортно. Еще раз говорю, это про внутреннее, такое, знаете, уверенное чувство, когда вам не нужно притворяться и создавать из себя какой-то дешевый образ, чтобы люди что-то о вас подумали. Люди и так о вас начинают думать, потому что вы об этом не думаете. Как только вы об этом сильно думаете, это сильно отталкивает и вы становитесь, знаете, как будто вы специально это делаете, да. Давайте я приведу пару примеров, где аутентичность помогла человеку, соответственно, проявиться и, собственно, убрать эту неуверенность. Опять же, человек, когда хочет себя проявлять аутентично, первая стадия это неуверенность. То есть он хочет, он делает что-то непонятное, он не получает отклика, потому что внутри нет состояния того, чтобы просто смело это делать, смело выражать. Да, конечно же, нужна помощь в том, чтобы разобраться в этом и в этом нужно искать помощь, потому что иногда вы можете так сильно загнаться и не получить так сильно ответа, да, что это вас может разрушить, загнать еще сильнее ваши диски и вы потеряете вашу, скажем, эту самую аутентичность. А как поэкспериментировать, мое это или не мое? Георгий, я чуть позже об этом расскажу, не переключайтесь, пожалуйста. Итак, приведу пример, как раз-таки человек, который находится здесь, надеюсь, он не будет против, сейчас посмотрю, он здесь вообще. Остался ли он? Отлично. Итак, тот самый прекрасный блогер Ваня, который, соответственно, стал для меня примером прямой необъяснимой аутентичности. То есть, еще раз говорю, человек настолько творческий, что его творчество поначалу, когда он приходил на первые этапы обучения, я очень сильно не понимал вообще, что происходит. То есть, прикольно, необычно, странно. Чувак, да, одел руку, когтязкую руку, глинзы, нарядился в кота, то есть, прикольно, ну да, интересно, но каждое видео, это бывает какая-то психоделическая загадка, после которой ты не понимаешь, что происходит вообще, надо ли, почему. Я каждый раз спрашиваю, Ваня, а что ты хочешь объяснить, что ты хочешь людям дать? Он говорит, не знаю, я просто вот делаю, я просто делаю. Я понимаю, что в этом случае нельзя ни в коем случае человека как-то корректировать, надо найти ту форму, где он в этом образе бы дал бы какую-то понятную суть и для себя в первую очередь, чтобы он чувствовал себя настолько уверенно и аутентично, чтобы это не фонило, не раздражало людей, а наоборот подсвечило его какую-то вот, уникальную форму в его аутентичности. Соответственно, что он сделал? Он нашел ту форму, которая помогла ему притянуть еще больше людей. Он все время показывал кота, странного кота. И как-то раз он говорит, а что если я кот-ученый? Я говорю, Ваня, это гениально, это гениально, потому что он пробовал и так что-то показывал, что-то рассказывал, и потом вообще-то все вышло в разговоре, в работе с ней, я понимал, что у него внутри очень много разных фантазий. А что как и не фантазию, интересно объяснять, рассказывать про какие-то странные вещи. И плюс у меня как бы сослось Иван, вот русский силуэт, Иван дурак, кот-ученый. И вот она сошлась посерединке, и Ваня, начни просто рассказывать какие-то простые вещи, начни делиться этим, начни выгружать может быть истории. Потом в Дзене он стал рассказывать истории, то есть какого-то мира кота-ученого. Это стало, знаете, как-то в некую эпос превращаться, где куча историй, куча новелл, разные персонажи. И когда он применил кота-ученого, вот, пожалуйста, посмотрите, 5 миллионов, 2 миллиона. И все, это стало теперь уже, знаете, если вы введете в интернете код-ученый, ну, выйдет Ваня, выводите его просмотры, выйдет его. Он стал рассказывать про странные вещи, потому что ему очень нравится. Вот, знаете, вот этот стык. Я странный, мне нравится, я рассказываю про те вещи, которые мне нравятся, но на простом, понятном языке. У Вани очень сильно был комплекс из-за того, что он не понимал, как выражать свои мысли. Ваня очень интересно выражать свои мысли, как-то абстрактно. Мы каждый раз на встречах очень сильно улыбались, он нас радовал своей абстрактной формой мысли. Но вот эта странность, в которой он не был уверен, подкрепила практика, подкрепила дисциплина, подкрепил навык просто пробовать и пробовать, и пробовать, и пробовать. И он своим пробами нашел свой формат. Он снимает по 7-8 видео, не уставая. Ему очень нравится, что он делает. Хотя, знаете, грим каждый раз делать, ну, ему в кайф. Он набирает просмотры, он постоянно нас радует какими-то интересными историями, какие-то комментарии, какие-то люди, какие-то дети пишут и восхищаются. Простой пример человека, который, опять же, что сделал? Он взял просто свою странную форму, обрамил в понятную человеческую суть, где бы он странным был бы понятной ассоциативной формы. Код ученый. Иван. Иван Дурак. Код ученый. Да, сказка русская. Все, прикольно, мне понятно. Аутентично? Поставьте свой лайк или реакцию, насколько по-вашему применение вот такой формы подсветило Ваню, по вашему мнению, и стало аутентичным. Плюсик. Это круто, потому что, еще раз говорю, поначалу мне казалось, что это какая-то безнадежная история, потому что человек просто, знаете, несет такую абстрактную, такую какую-то форму контента, и ты не понимаешь, что делать. По-хорошему, продюсер были, маркетолог, сказали, Вань, короче, давай, просто вообще, не знаю, ну давай, рекламировать Китикет. Но сейчас по факту этот код ученый может интегрироваться в любую нишу, в любой бренд. То есть Ваня создал такого аутентичного из себя персонажа, что что бы сейчас не пришло к нему с запросом Ваня, можно ли прорекламироваться, можно ли. Он, кстати, на этапе челленджа уже зарабатывал деньги, он рекламировал интересный продукт Ежойка Гребенчатого. Если вы понимали, он рассказывал про креативность, про нестандартность мысли, и все так преподносил. В общем, это было реально классно. Я потом скину видосик, где он парочку видео, где он делал рекламные интеграции. Если интересно, то вы увидите, насколько это может быть нестандартно, круто. И аудитория это воспринимала серьезно, что это код ученый, что делится, рассказывает. Ваня, почему он такой креативный. А, это из-за Ежойка. То есть теперь в любую какую бы штуку бы он не прорекламировал, это все ложится очень атмосферно, очень экологично. Нет никакого, знаете, косого, не знаю, такой выбойный, из-за него что-то как-то Ваня что-то делает, ну то есть продажная часть. Да, даже реклама смотрится интересно и уникально. Второй пример. Человека не из творчества, человека из бизнеса, который, собственно, здесь есть также. Еще раз говорю, мы сейчас говорим про то, как подсвечивать, как применять аутентичность и что происходит до и, как было до, как было после. Девушка Светлана, Света Романова, прекрасный человек, работала в мегафоне, еще раз говорю, работала, работала в мегафоне, там, какие-то договора, B2B, в общем, клиенты, все такое. Очень мечтала найти какое-то вот интересное творческое хобби, чтобы себя начать, ну как-то вот, знаете, чувствовать живой. Вот у предпринимателей, да, когда у них появляется желание к творчеству, они такие, я что-то вообще, мне прям плохо. Знаете, когда сильно вы прям в этом серьезном мире, нам всем хочется творчества, это нормальная история. И ей хотелось, чтобы не просто это было творчество, чтобы это еще как-то было, подсвечило ее, и чтобы из нее это вышло, да, простым путем, не нажимая на себя какими-то особенными штуками. И Света выбрала навык в виде мобильной фотографии, и ей очень нравились фотографии. Прям вот, она такая, я прям фотка. Она все время ждала, когда она на своего мегафона уйдет в отпуск, поедет в Индию, что-нибудь пофотографировать. Вот она каждый раз привозила классные фотографии. Фоткала, 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 и в моменте, ребята, она стала фотографировать, она нафоткала ткань. Я такая, вау, я, я буду походу тканью торговать. Какой-то Кашемир, она там фотографировала очень красиво, красиво, переливающих. Это все благодаря фотографии. Кашемир не пошел, но благодаря фотографиям Кашемиру и пробованию себя, она пробовала, 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 через свое видение она вытащила из себя желание фотографировать красивую еду, которая была, потому что она веган, она веган, это очень был важный момент, я бы хотел, чтобы мою еду прям фотографировали люди, и чтобы я ее сама хотел, чтобы это так было вкусно, и так просто, и через фотографию у нее, да, дисциплину, вышла история о том, что она говорит, я хочу реально сделать бренд, где людям можно будет торт, я хочу делать такие торты, чтобы людям реально было можно, и я хочу свой бренд, и она просто стала делать свои торты, стала их фотографировать. Потом принесла эти фотографии, стала делиться, спрашивала у людей, как вам эта идея. Все сказали, да, хочу, мне тоже можно. Нашла инвестиции, создала свой бизнес, сейчас она делает потрясающий вкусный торт, и вы можете заказать у нее торт, и прямо сегодня, прям вот, найдите можно торт, напишите, скажите, что вы отвалите Султанова. Света, пожалуйста, хочу вкусный торт. Мне можно, напишите, отвалите Султанова. Попробуйте, это потрясающая вещь. Вот, да, казалось бы, ну, как бы, казалось бы, сложно. Как уйти с работы? Как начать? Просто творческая дисциплина, которая притащила, которая притащила Свету идею, начать фотографировать, начать искать, да, и все еще красивее и красивее кадры. Привела ее к тому, что ее красота возбудила в ней аппетит, создавала что-то вкусное и очень фотогигиеничное. Насколько для вас вот этот пример проявления аутентичности, ну, вам и показался симпатичным, интересным потому что вот тоже пример, когда вот таким путем можно найти свою аутентичность, найти свое что-то, и если это это ваше, оно очень быстро будет притягиваться к вам и очень быстро будет давать вам обратную связь, потому что, ну, знаете, здесь, в этом случае было можно, в этом случае ей вселенная сказала можно, она говорит, можно, и сделала вот такой бренд можно тоже. Так все очень понятно и красиво сложилось. Итак, давайте подведем небольшой маленький краткий итог, что аутентичность плюс проявленность, знаете, нестеснение, да, и ой, что подумают, вот эта история про что подумают, история про, ай, как же вот это чужое мнение, это сильно, вот если вы хотите быть аутентичным, и у вас сидит на плече чужое мнение, вам будет очень трудно, нужно согнать это все и превратить, знаете, как в обратную форму, не место, а что о тебе скажут, а да, пусть говорят, потому что как вы хотите привлекать внимание, если вы боитесь о том, что о вас скажут, проявленность, аутентичность, открытость и доверие, да, вот этого, к внешнему миру, что вы покажете себя и не получите хейт, хотя хейт это нормальная история, каждый человек, кто растет в своем бренде, он получает хейт, и хейт это одна из составляющих баланса, темная и светлая, вы не можете быть, знаете, нейтральным, сейчас тоже ко мне приходят люди, у них проблема, я нейтральный, я не вызываю своим контентом эмоции, я просто хороший, я просто постю о себе, какая у меня классная жизнь, какой я ровный, как у меня все идеально происходит, не грущу, не плачу, все идеально, какие могут быть эмоции, какие могут быть вообще реакции на это, открытость, внимательность, плюс немножечко дисциплины и золотое правило 72 часов, если не верите мне, проверьте в интернете, есть реально золотое правило 72 часов, как только вы хотите что-то сделать, вы придумали, у вас есть на это идея, у вас есть ровно 72 часа, именно за это время один ваш шаг даст вам возможность на еще последующие два шага, может вы такое замечали, когда вы что-то придумали, такие, ну классно, 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 в этой классно, в этой мысли, в этом супе мысли забурлилось, забыли, ничего не сделали, а через время кто-то это делает, и вы такой, или такой, да, приехали, как так, я же вроде об этом только подумала, 72 часа у вас есть фора на то, чтобы сделать первые шаги, и конечно же, если вы хотите реально это сделать, просто засекайте время, хотя бы один шаг, но в 72 часа, тогда вы увидите, что через 3-4 шага просто это будет пройдет в какую-то накатанную горку, и просто еще человек, еще человек, еще человек, ребята, которые занимались и занимаются по челленджу, они все обалдевают от того, что что-то работает, это приводит к своей аудитории, своим проектам, к новым деньгам, к энергии, конечно же, к потоку, который не остановить, вам только нужно в этом находиться и думать, горшочек вари, или горшочек не вари, или как в той прекрасной сказке про золотую антилопу, довольна, или все-таки антилопа будет вам давать поток, вот, например, там девочка, которая сказала, Верон, у нее так сильно открылся поток энергии, что она вышла из челленджа на первом этапе такая, все, мне достаточно, и это нормально, кому-то и немножечко нужно с этим переварить, то есть не все, соответственно, будут, так скажем, идти до бесконечности, есть люди, которым мало, и это нормальная история, но есть люди, которым хочется достаточно, да, чтобы понять, а сколько я хочу еще больше, кто хочет так же, просто напишите мне yes, если вам это кликается, и вам хочется попробовать себя в этой аутентичности, в этой проявленности, в этой открытости, внимательности, вообще есть книга, называется «Креативное мышление», благодарю вас, очень быстрый, очень быстрый yes, надеюсь, что вижу, что вам это откликается, я был, честно, в восторге, и для меня это было прям, знаете, откровением, я прочитал одну книгу одного итальянского художника, она называется «Креативное мышление», ну, там эти книги, знаете, миллиард про креативное, но мне было интересно, я читал разных исполнителей и авторов, и он сказал, что креативность – это вообще равно внимательность, попробуйте сделать такое небольшое упражнение завтра, сегодня, когда вы идете на работу, да, в своем обычном темпе, попробуйте, я не знаю, поставьте себе на рабочий фон экрана слово «будь сейчас внимателен», или просто, я не знаю, внимательность, в моменте, когда будете разблокировать, просто пускай это будет сигнал, чтобы прямо в моменте начать замечать мельчайшие детали на остановке, на обуви, на куртке, просто как будто бы ваша камера, у нее меняется фокусное расстояние, и вы прямо замечаете какие-то микродетали, вы обалдеете от того, какой у вас поет поток мыслей и разгон идей на вот эти детальные внимательности, вот именно креативность – это про внимательность, и она у каждого из вас, просто не все обращают на это внимание, и не все хотят, знаете, камеру свою переключить на что-то более маленькое, да, там, не знаю, цветное, стеклянное, отломанное, кривое, в каждой дырке, в каждом, не знаю, поребрике, да, в каждой травинке, и есть что-то интересное, что можно найти, просто насколько вы сильно хотите повлиять на внутрь себя, чтобы увидеть что-то особенное, чтобы что-то из вас это проросло, только вы этим управляете, поэтому благодарю вас за ЕС, погнали дальше. Важные этапы, записывайте себе, делайте скриншотики, чтобы начать видеть и замечать свою аутентичность, да, необходимо знать четыре важные карточки, которые очень сильно могут вам помочь. Первое, это, конечно, самоанализ, сейчас мы поговорим про самоанализ. Второе, это фактор прозрачности. При проявлении аутентичности необходимо быть прозрачным, необходимо быть открытым, потому что все, что на 50% закрыто, да, для людей, это не аутентично, это, знаете, уже похоже на то, что вы, то есть, смотрите, вам получается из себя, из своих 100% приходится 50% допридумывать, и вы на 50%, пожалуй, просто показывать за себя, а 50% вам приходится как-то что-то доизображать. Одна женщина ко мне пришла и говорит, я в чате у себя показывала, как что я классная, у меня все отлично, много энергии, я не болею, я волшебная, все с помощью ом-номо, все само, и вообще все отлично. И в моменте она начинает болеть, и ей надо выйти в эфир, она пишет по системе, а она пишет, что я заболела. А системе пишет, а сегодня там Виктория заболела? Не может. Ее завалили, ее завалили письмами, Виктория, а как же ом-номо? Виктория, вы же говорили, что, ну, все вообще, вот, вот, ну, волшебно, вы там можете, вы что, вы что, болеете? Вы реально? Вы понимаете, она настолько создала иллюзию своей волшебности, да, то есть не показывая себя, что она может устать, и да, она может не выйти сегодня. И да, я просто, и знаете, как бы так вот просто из-под дивана скажешь, типа, ребят, сегодня что-то вообще, потому что люди будут понимать вообще, вы живой, вы настоящий, или вы выдуманный? Мне во что верить? В то, что вы мне рассказываете, или в то, что по факту происходит? Конечно же, история из личного примера, это еще один маленький пиксель, который все игнорируют, да, но многие не игнорируют, и получают от этого, на самом деле, большую обратную связь от того, что, вау, благодарю, что делишься, благодарю, что открываешься. Любая открытость, это повод, чтобы сделать контент, это повод, чтобы дать реакцию, это повод, чтобы на вас внимание по-особенному определить. И, конечно же, обратная связь. По факту скажешь, ну, ерунда какая-то, нет, вообще не ерунда. Простые четыре карточки, да, четыре пикселя, четыре пункта, при внимательности на эти вещи вы сможете увидеть совершенно другую обратную связь, да. Просто здесь нету контент-плана, здесь есть реальная жизнь и реальное проявление того, что с вами происходит, кто вы, что вы, почему вы, да. Да, внимательно спросить, типа, людей, вам это вообще-то было интересно. Потому что многие ведут, знаете, там, забивают контент-ленту чем-то таким прям АОУ, а потом происходит так, что, ну, у вас какие-то несогласования из себя, людей, просто что-то от вас ждут одно, вы не объяснили. Сам анализ. Очень важная вещь. Я всем даю такое упражнение, как просто дневник дня. Я себе купил небольшой такой, прям, карманный блокнот, куда записываю в течение дня различные мысли. Представляете, что у вас есть два пути, три пути, пожалуйста. Вы можете сделать это в телефоне, да, я вот обычно в телеграме, когда мне нет под рукой, я куда-нибудь еду, а мысль есть, я у себя в избранном сделаю комнатки и записываю аудио, те мысли, которые мне идут в голову. Потому что сам анализ помогает вам выгружать огромное количество энергии, которое скапливается в уме, которое вы, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы что-то делать, вы об этом думаете. И это, а может, а может, а может, а может. Сам анализ помогает вам выиграть из себя это лишнее. Почему я с этой рукой? Потому что через руку вы получаете намного больше высвобождения. Вам легче смотреть на себя. Вы, для кого-то это все открывается, талант писателя, да, вы начнете просто с мысли, с какого-нибудь там недуга, пожаловаться с какой-то идеей, с какой-нибудь лютой мысли, с какой-то, не знаю, страшные мысли. Выгружайте это. Сам анализ важен для выгрузки. Чем больше вы выгружаете, тем больше нового в ваш отсек сознания дополняется. Сам анализ – это просто важная вещь. Как бы в любой психологии, в любом, вам любой скажет тренер-психолог, что, ребята, выгрузка мозга. Выгружайте, анализируйте, что сегодня, что завтра. Многие забывают, что было у них, потому что не понимают, не помнят так много мыслей, так много невыговоренного. Поэтому вы либо пишете, либо записываете голосовые заметки себе, да, там, в комнатке сделать себе группу и там мои мысли, мои темные мысли, мои светлые мысли, мои радостные мысли. Либо кружки, да, это тоже нормальная история, когда вы копите контент из своих мыслей. Это потом тоже может быть вашим контентом, вашим откровением, вашим дневником. Сам анализ пипец важен. Фактор прозрачности. Если вы не говорите, да, людям какие-то важные вещи, да, чтобы вас определить, как человека честного, открытого, потому что аутентичность это про подлинность, а как можно быть подлинным, если вы не говорите честно, если вы никак не открываете себя и вообще не готовы делиться чем-то, ну, как бы о вас. Вы ценные только когда вы говорите что-то важное и честное, потому что люди, смотрите, люди в это влюбляются, потому что им самим очень трудно быть прозрачным. Это влюбляет, они в вас находят этот элемент честности и того, той открытости, потому что, блин, круто, типа, я так не могу, блин, офигенно, а может реально попробовать. То есть многие, да, подсаживаются на блогеров, потому что те прозрачные, и вам не нужно показывать всю свою жизнь, всю свою там подноготную, вашу спальню. Просто выберите тот отсек жизни, в котором вы можете быть прозрачны, можете быть открыты, и просто поделитесь. Не надо всю жизнь рассказывать, да, я, допустим, делюсь изменениями, делюсь процессами, делюсь какими-то интересными проектами, которые происходят. Ну, мне в кайф этим делиться, я в этом прозрачен, мне не нужно придумывать что-то особенное, это просто часть моей жизни. Выберите вот там для себя какую-то часть, которой бы вы очень прозрачно могли бы делиться. Запишите себе фактор прозрачности. История из личного примера. Это обалденная тема. Обычно, знаете, как только вы начинаете рассказывать какую-то историю из личного примера, это может реально вырасти их подкаст. И в историю, допустим, да, вы позвонили другу или вот просто набрали, тут у вас есть телефон, или просто вы из компьютера звоните, ставите телефон, рассказывайте эту историю. Есть один человек, он просто рассказывает истории на процессе видеосвязи своему другу, записывает себя со стороны, а потом режет и выкладывает как бы просто личные истории. Офигенная тема. Потому что когда он рассказывает, когда вы рассказываете, вы упускаете важную деталь. Вы там настоящие, вы там искренние, ваша мимика подлинная, вы становитесь как бы реальным транслятором жизни, которая у вас сидит. Вам не нужно перед камерой свет настраивать, как же я выгляжу. Нет, нет, просто лайф, понимаете. История личного примера, она очень важна, и она всегда работает. Это одна вещь, которая, еще раз говорю, выделите для себя ту область, в которой вы можете быть прозрачным, можете делиться теми историями, да даже если вы выдумаете, немножко историю приукрасите, никто, кроме вас, не знает. Но зрители могут от вас эту энергетику почувствовать и подумать, вау, прикольно рассказывает, интересно. Потому что вы не знаете, в каком из элементов вашего проявления лежит ваш ключик к вашему контенту, к вашей именно изюминке, к вашему вот этому уникальному по подходу. Никто не знает. Если не пробовать, у нас осталось 20 минут, и мы завершаем, поэтому мы на фичной прямой. Пожалуйста, взбодритесь, возьмите себе кофейка, чайка, редисчик какой-нибудь крепкий, свежий, чтобы вы не уснули. Вот вижу, что люди уже пьют чаек. Отлично. И обратная связь. Вот это вообще игнор 2023-2024. Очень люди сильно впечатляются, когда я говорю, ребята, а вы вообще спрашиваете, общаетесь ли со своей аудиторией. Есть у меня одно упражнение, когда я прошу экспертов или блогеров пообщаться со своей аудиторией. Если у вас есть небольшой канал, можете опять же сегодня прям такую штуку попробовать. Очень крутое упражнение. Вы сразу поймете, кто лишний, кто сидит в вашем канале просто так, не идет обратной связи, а кто прям сидит и ждет от вас что-то конкретное, вы просто не знаете, вы просто не спрашивали, что он от вас ждет. Если у вас небольшой канал, и вы вещаете, и понимаете, что в вашем канале очень мало реакций, очень мало вообще как бы на вас идет обратной связи, напишите той небольшой группе прям в личку «Привет, я такой такой, спасибо, что на моем канале, а почему ты меня читаешь? А почему тебе интересно? А что вообще было бы интересно послушать? Чуть позже я вам дам три вопроса, которые вам помогут лучше узнать и лучше раскрыться перед своей аудиторией. Обратная связь – это очень важно. Вы не поймете, что они от вас ждут, если не спросите лично. И благо у вас сейчас там, не знаю, может быть, не тысячная аудитория, да, потому что лучше построить сотку своих людей, которые вас послушают, которые будут в контексте вас, чтобы потом приглашать своих же на вас. Слушай, офигенный канал, почитай, классный тип. Ну, то есть вас же будут рекламировать, если вы будете давать ту самую обратную связь, ту самую контент, который от вас ждут. Познакомьтесь с ними, если их не очень много, да, узнать, что было бы реально интересно. Когда я поспрашивал свой аудиторий, мне сказали, там, с семейными какими-то историями, там, про годовщину вообще. Я обалдел, когда я просто поделился, что у моей жены и у меня годовщина, наши отношения. Там столько было поддержки, столько любви, столько лайков, столько реакций. Я такой, вау. Я там какие-то, про какие-то нейросети рассказываю, что-то еще там, что-то, какие-то умные вещи. А людям просто хочется познакомиться с человеком, на который они подписаны, да. Поспрашивайте их. Обратная связь. Топ вообще работает. И, конечно же, правило 72 часов, ребята. Правило 72 часов. Давайте, пока у нас есть время, я вернусь к вопросам. Постараюсь дать ответ так, чтобы вас удовлетворил. Итак, у вас были вопросы. Сейчас скажу, тут были. Сейчас сразу пойду снизу. Вот. Нужен ли личный бренд? Вы не поверите, но личный бренд – это сейчас основное оружие вас как эксперта, вещателя, блогера, предпринимателя, деятеля, да кого угодно. Когда я не понимал и совершенно игнорировал такой фактор, как личный бренд, я думал, что, ну, слушай, я делаю классно, ну и здорово. Что, всем нравится, все меня там репостят, здорово. Но я совершенно не открываюсь, не рассказываю, что, чем я богат. То есть за что, да, прикольная работа, но, допустим, завтра мне неинтересно делать эти работы. Я как личность кто? Кто я остаюсь для тех людей, кто помнит меня по каким-то видео, да, а может, я уже не про видео, я уже про другое. Личный бренд очень важен. Просто не нужно завышать его, знаете, в такой рамк, когда вы такая, оу, ну все, личный бренд. Личный бренд – это вы. Это та чистота, та чистоплотность, которую вы ведете в своей цифровой среде. Вы в жизни один человек, да, и у вас есть свои личные границы и правила. В цифровой среде вы такой же человек, просто никто не знает ваши принципы, ваши ценности, ваш характер, ваши навыки. То есть это очень важно. Если вы хотите быть всегда актуальным, введите личный бренд, развивайте, просто дайте структуру, чтобы люди понимали, кто вы, про что вы и о чем вы. Где я вас могу найти, что я у вас могу взять полезного, с чем я могу обратиться к вам и как бы, то есть о чем я могу рассказать другим про вас. Важные вещи. И, конечно же, 72 часа – это три дня, ребята, это три дня. Ну один шаг, да, не глобализируйте, не делайте там шаг, не пишите шаг, сделать контент-планный сайт – это не шаг, это огромный ряд шагов, да, допустим. Зарегистрироваться в чат GPT и написать «Привет, чат GPT, я такой-такой-то, помоги мне собрать меня в единое целое» – это шаг. Офигенно. Через три дня верните и скажите «Слушай, чат GPT, я подумал, а как бы вот вообще вот так?» Ну то есть это помогает очень сильно расслабить мозги и найти собеседника, кто вот пользуйтесь нейросетями, особенно чат GPT. Яндекс Алиса, GPT Алиса, они все помогают уже. Упорядуйте себя, говорите, это лучший ассистент, лучший помощник. Поэтому, ну как бы, главное не упускать возможность и делать по одному шагу, да, каждый раз. Еще был вопрос, давайте, может быть, сейчас, может быть, давай так, сейчас, может, у кого-то на фоне того, что я рассказывал, появились вопросы. Давайте как раз-таки мы прям подходим к рубрике вопросов. А мне, давай, подожди, давай я помодерирую чуть-чуть вопросы. Давай-давай, помодерирую, пожалуйста. Так, был вопрос, я его только что читал от Константина. Про личный бренд я ответил. Как поэкспериментировать, мое это или не мое, спрашивает Георгий. Ответ Георгию. Давай. Вот такая подсказка. Представьте, что один раз – это 10 попыток. То есть вы не один раз попробовали и такие, ну, все. Нет, один раз 10 попыток. Напишите себе, да, вот там, один раз, а по один таких 10 колоночек, ячеечек. Напишите 10 ваших экспериментов, которые вы готовы попробовать, просто на короткой дистанции. Вот 10 попыток – это один раз. Я даю зубное ощущение, что если вы попробуете 10 небольших попыток и узнаете про ваш один раз, вы точно сможете увидеть элементарную отдачу. Ну, если вы, конечно же, будете делать то, что вам реально нравится, то, что вы реально хотите попробовать. Не типа кто-то делает, да, это очень важно. Не кто-то делает, и я такой, о, я попробую. Нет, кто-то делает, а как я хочу? Как вообще мне это поможет, и как вообще я могу с этим, ну, как я вообще я в этом могу сильно поселиться? Не думайте, что один раз, два раза – это все. Нет, это лишь три попытки. До одного раза у вас есть 10 попыток. Когда мне об этом сказал человек, который выстроил тайм-менеджмент в Государственной Думе, он сказал, что, ребята, вы зря так обольщаетесь, думаете, что вот раз, два и все. Нет. Вот прикиньте, да, людей, которые попробовали 10 раз. Это 100 попыток. Вы думаете, что на 100 попытках вашего конкретного вы ничего не увидите? Вы ничего не сможете найти? Я так не думаю. 10 попыток один раз. Георгий, попробуйте. Еще вопросик. Так, следующий вопрос, что хотела найти свой стиль, пробовала найти свой стиль, создавала контент, а потом швыряла в другие стили. От этого стало сложно понять, что же я такое. Это не вопрос. Да. Ну, вот, мне кажется, есть что прокомментировать. Да, есть прокомментировать то, что не попробовали. Вот всем, всем на вот эти, на грядущую неделю. Вы все сможете за неделю это попробовать. Попробовать именно 10 попыток. Потому что когда вы сделали раз, два и перешли на третьем, четвертом на другие стили, недопопробовав конкретно, я уверен, что если вы каждый сядете и просто выпишите, да, реальные ваши хочушки, во-первых, вы увидите в процессе, что что-то будет сразу улетать, не туда, а что-то реально останется. А в конце вообще может останется всего лишь пять. То есть в голове одно. Помните, что у вас в голове, это очень важный поинт, может кому-то будет инсайтом, у вас в голове всегда будет на пять с плюсом. В жизни у вас всегда на три с минусом. Вот чтобы не загоняться о том, чтобы у вас, я хочу так, как в голове, да, попробуйте сделать вот этот первый шаг на три с минусом. Потому что за три с минусом будет три. А за три будет четыре с минусом, а там четыре. И так вот за эти шаги вы сможете найти вашу пять с плюсом. Не бывает, поверьте, я разбил лоб, разбил темечко, что там родничок просто зашивался несколько раз. Ну, всегда в голове на пять с плюсом. Вы можете представить себе эту безумную концепцию, да, но жить в ней, адаптировать вашу концепцию всегда будет сначала на три с минусом. Все хотят вот так же, типа, ну, разбирать тому, что, блин, не получается. В голове-то одно. Просто привыкните, что между вашим вот этим в жизни и в голове есть некий путь. И там у вас есть три с минусом, три, четыре с минусом, четыре, пять с минусом, пять, пять с плюсом. То есть попробуйте быть в реальности, чтобы кайфовать от того, что просто не думайте, что вот раз-два. Это нормально пробовать, но пробовать что-то свое. Если не получилось свое, хотя я вообще готов спорить об этом. Десять попыток. Если вы сделали своего, что хотели, и у вас не получилось, пожалуйста, придите. Мы вернем ваш паспорт, ваш снилс, ваше свидетельство о рождении. Вот тогда можете, конечно, идти в чужое. Но я вам серьезно говорю, не получится. Чужое – это для чужих. Ваше для вас. Просто вы не до конца попробовали то необходимое количество попыток. Окей. Давай к большому комплексному вопросу, который задавала Валентина, и она как раз пришла, и у нее есть возможность услышать ответ. О, отлично. На память сейчас пока я ищу. Давай с последнего, там последний самый классный, прям последний, прям то, что надо. Да, двигаться. Ну вот он один большой. Да, один большой. Как лучше эксперту развивать свой личный бренд? Первое – учиться маркетингу и самому продажам, то есть мы об этом тоже с тобой говорили, да, пять лет обретать эти профессии. Обратиться в агентство полного цикла, где скажут, да мы тебя сейчас, вот тебе одно полетели. Обязательно. Нанять? Нанять? Пропал звук. Еще раз? Нет. А вот так сейчас подключу. Да, да, да. Нанять кого? Так, нанять продюсера. Ну, продюсер тобой занимается. Самому формировать команду, то есть обратился к продакту, обратился к маркетологу, наговорил смейкер, ассистент смейкер. Четыре варианта. И главное, как его или их выбрать, как проверить качество и как контролировать результат. Вот, давайте начнем с того, как выбрать. Вот всем гайд, как выбрать человека. Ваш он, как бы не знаю, пускай так, ваш ли он, ваша ли она, ваша ли он подсветочка, да, ты вон как угодно, продюсер, не знаю, ваш светлячок, не знаю, ну, пускай это будет на русском языке продюсер. Вот простой пример. Если он с первой встречи вас начинает, так скажем, исследовать на предмет продукта, то есть он сразу интересуется, какой вы продукт. Он сразу вас подгоняет под рамки, под шаблоны, знаете, вот линейки, типа, что вы, кто вы, что вы продаете. Задача продюсера, задача человека, который вас раскрывает вашу аутентичность, уникальность, это добиться от вас, да, той подлинности, то есть найти те точки подлинности, которые из вас прям выпячивают. Нельзя строить из себя продукт, не поняв, а что ты вообще можешь, во первую очередь, раз, какой ты, что тебе комфортно, что некомфортно, где вообще есть ли у тебя личные границы, потому что, еще раз говорю, быть в медиа, быть публичным, это соблюдать гигиену в первую очередь. Это знать, когда ты отдыхаешь, декларировать свои встречи, своей аудиторией, вообще в целом, чтобы люди понимали, что да, посмотрите на всех ютуберов, которые росли в долгие годы, они все делали одну важную вещь, они прививали свои правила на тех людей, кто на них обращал внимание, они были подлинны с теми, кто давал им обратную связь, они лажали, они стеснялись, они плакали, они были открыты. Вот просто посмотрите, топ-10 ютуберов, вот просто вот там на ютубе есть, там, с чего начинал, там, один, там, не знаю, просто посмотрите, самые там топовые, просто имя его, с чего начинал. Уже очень много этих историй, все начинали с иду, не получается, иду, не получается, никто не начинал, я идеальная картинка. Если человек, продюсер, сразу вас, начинает из вас шить какой-то продукт, не разобравшись в ваших личных границах, в ваших ценностях, в ваших принципах, в ваших правилах, вас ведут не по тому пути. Это первый прям признак, если вас вот прям не туда ведут. Если вами не интересуются, а интересуются вашими кишками, кишками, где он думает, ага, тут деньги, сейчас мы это продадим, а вы вообще готовы, вообще вам это можно, да, как мне пришла женщина, вообще не готовая зарабатывать, она говорит, я никогда не зарабатывала, как будем зарабатывать? Не знаю, вот я думал, сейчас что-нибудь нажмете, какая-нибудь техническая кнопка, и я сейчас сразу заработаю деньги. Там просто нет ни уверенности, ну, ничего нет такого, чтобы просто бы внутренне просто удерживало бы человека, понимаете? Нельзя давать, нельзя строить человеку продукт, если человек сам нецелостный, если он не понимает, кто он. Первое, да, вот то, что это если человек на первой встрече лезет в вас, как там продать, все, это человек, ну, не понимает, что он делает. Если человек вас начинает изучать, раскрывать, да, встречаться, то есть лезть, да, чтобы понять, вас открыть, да, это правильный подход, с этим нужно уже повнимательнее быть, уже смотреть, насколько человек внимательен, опытен, насколько он чуток к вам. Второй вопрос сразу прям, типа, внахлест, стоит ли вообще нанимать там агентство и вообще там рилсмейкеров. Я советую вам найти свою простую кнопку контент. Вот первое, что вам нужно найти, это свою простую точку входа, когда вы просто понимаете, откуда из вас исходит контент. Кстати, это будет вторая встреча. Я расскажу вам про формулы, как можно делать бесконечный контент, да, не напрягая, не выжимая из себя. Есть четыре интересные формулы, которые помогают прям легко из вас прям выдавать что-то. Если вы нашли, смотрите, очень важно, вы такое замечали, лично у меня такое часто бывает, когда я вижу прикольного человека, который прям говорит классные, интересные вещи, но я вижу, что у него контент прям не очень. У меня, как у творца, возникает сразу желание помочь его улучшить. Вот если вы на такой стадии, где вы прям при самом минимальном, на 3 с минусом вещаете такую ценность, что к вам пишут, говорят, а давай помогу, слушай, давай там поколлаборируем, я готов там снять, ну прям прикольно, мне прям нравится, а может ты мне там, не знаю, проконсультируешь, а ты мне что-нибудь сделаешь. Вот если вы на 3 с минусом делаете такое, что к вам приходят люди и говорят, давайте, я хочу помочь, вы готовы, чтобы решать команду. Если вы не готовы, не знаете, кто вы, как вам это вещать, и нанимаете рейсмейкеров, продюсеров, не создавая вокруг себя уже свои, как бы, как, да, режим, границы, готовы ли вы снимать 30 видосов, почему 30 видосов, вообще кто сказал, что надо снимать 30 видосов, да, там есть какие-то определенные, ну, условия, но это не про то, что надо срочно нанимать команду и снимать очень много, если вы даже элементарно, да, прикиньте, а вот вы не попробовали на 3 с минусом, а наняли команду, а вас перед камерой тошнит, или вы не боитесь света, или вы не можете при людях говорить, а на вас там уже снимают, вас там уже, давай, давай, что там, мы уже пришли, рейсмейкеры, камеры, штативы, давай, давай, давай. Ну, если вы не готовы, найдите свою точку опоры на 3 с минусом, где ваш контент даже при минимальных в кружке, вот просто я сейчас всем советую это прям тренд двух лет, снимайте кружки вот ваша минута минута контента, если вы за 60 секунд не можете произвести мысль понятную, интересную которая бы все зацепила бы возбудила бы, ему было бы полезно или он среагировал бы, или оспорил вашу мысль но о каком компейнте, о каких рилсмейкерах мы говорим, согласны со мной, ну типа какая команда, если вы не можете просто удержать 30 секунд, как бы ну элементарного просто вашей мысли, если вы эксперт, если вы делитесь чем-то важным, а именно цифровой информацией диджиталом, ну научитесь просто вещать так, чтобы в кружке от вас было интересно и понятно пробуйте в кружке, записьте кружки сюда сейчас интеграция подходит, про то, что на последнем эфире мы поговорим, какие эмоции можно вызывать, можно выбрать свои эмоции да, 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 это очень важно это очень важно, многие игнорируют этот процесс как вызывание эмоций все что-то делают, знаете, технически красиво, классно, гладко, идеально вообще об этом не думают, какие эмоции соответственно, надо ли обладать компетенциями, я считаю, что нужно обладать компетенциями, первое, своими настолько твердо, чтобы другие компетенции захотели свои компетенции проявить на вас, снять красиво активировать на вас, называть свою команду дать вам какую-то площадку, пригласить выступить если вы вещаете компетенциями, будьте в них тверды не пытайтесь свои недокомпетенции прятать за красивой картинкой будет видно и дорого и неприятно вот, поэтому отвечая на вопрос, надо ли все это строить лучше не стоит, будьте тверды в том, что вы делаете давай мы часть вопроса поставим еще для того, чтобы можно было ответить в чате запишешь тоже кружочки, прокомментируешь, расскажешь я знаю, что у тебя есть ответ на вопрос три вопроса это тоже ответ на один из вопросов в чате поэтому let's go ребята, делайте скриншот три вопроса как понять, в чем ваша аутентичность все те, кто будет внимателен будет присылать ответы будет делиться ответами на каждую нашу встречу делиться в чате мы откроем чат, где можно будет делиться будут получать больше обратной связи будет получать больше реальных сюрпризов от меня потому что, делая такие простые упражнения вы уже будете приближаться и будете с каждым разом видеть новые, новые, интересные собственно, результаты потому что, не делая, думая мы не получим результат это классные три вопроса если вы о них не знаете, как ответить вы не знаете, про что это офигенный повод порефлексировать побыть внимательным с самим собой поспрашивать других брать эту обратную связь если вы не знаете вам трудно вы не можете определить в чем аутентичность я с большой радостью приглашаю на такую короткую сессию со мной вместе с арт-диагностикой арт-диагностикой арт-диагностика это не про то где вы узнаете рисуете или вы не рисуете арт-диагностика в том, что подход, который я применяю он нестандартный потому что я по образованию арт-терапевт арт-тренер и в моем арсенале есть такие фишки которые они попахивают творческим подходом они прям пахнут творческим прям пахнут и благодаря этим техникам я могу проще и интереснее определить дать вам угол обзора на вас на вашу аутентичность для тех кто сегодня в чате для тех кто сегодня готов ну вообще подумать об этом надо ли вы можете пожалуйста бесплатно берите три вопроса они наткнут вас на очень интересные сколько обратных связей помнишь Максим было от людей которые просто пошли давай мы их озвучим может быть не все да давай первый вопрос первый вопрос за что выбирают меня мои друзья фиксируй для себя то есть за что выбирают меня мои друзья друзья это наше отражение того тех людей которые нас выбирают и они с нами за что-то так или иначе то есть мы что-то им даем какую-то обратную связь с чем-то мы отсвечим за что они вас выбирают Там есть ответ. За что выбирает меня мой клиент? Это те люди, которые однажды, однажды уже с вами повзаимодействовали денежно. Неважно, даже если вы занимались чем-то, чем сейчас не занимаетесь, поспрашивайте, вы обалдеете, какой вам тут ответ. Поспрашивайте тех людей, которые однажды с вами взаимодействовали. Желание довериться и дать деньги что-то купить у вас – это очень важно. Это такой доверительный жест. За что выбирает вас ваш клиент? Почему они у вас вообще купили? Почему они вам дали деньги? Это вопрос про это. И самое главное, конечно же, это тоже про деньги. Он чуть глубже. Зачем вашему клиенту был нужен ваш продукт? Зачем? Это были вы все-таки. Они все-таки купили вас. Это было доверие к вам. Это было ваше какое-то обаяние. В этих простых ответах от ваших людей, от вас самих, в этом небольшом исследовании, вы можете заметить, как я в один момент, когда я не понимал, кто я, что я, зачем, я просто стал спрашивать. Мне все говорили про слово креативность. Я такой, да что такое? Типа за креативность. Я долго не понял, что такое. Для меня это так просто, так очевидно. И для вас, может быть, ваша аутентичность очень неочевидна. В этом-то суть. Это частое слепое пятно всех людей. Выбирают вас люди за что-то. Очень особенно, очень простое. Соответственно, там есть ответ. Поговорите, поспрашивайте, сделайте небольшое исследование. Возьмите там 10 ваших близких людей, друзей или людей, с кем вы взаимодействовали ранее, до этого просто напишите, спросите. Вам будут точно ответ. Это будет очень интересно. Если вдруг вы не понимаете, вам трудно, вам нужна дополнительная в этом экспертность, я всех приглашаю на арт-диагностику. Специально для тех, кто сидит здесь в чате, мы сделали специальную такую цену. Всего лишь простых 5000 рублей, за которые вы можете прийти. И полтора часа мы с вами разберем всю вашу подноготную. Уйдете довольные, идете счастливые. Узнаете, в чем реальная ваша аутентичность. Это не такие большие деньги для того, чтобы вы вместо того, чтобы блукать, ходить, сразу прийти к специалисту. И знаете, как прийти и получить конкретный ответ. У вас болит голова, вы идете пить таблетку. Здесь примерно то же самое. Чтобы у вас не болела голова, я вам предлагаю свое время и диагностику, которая вам может помочь найти вашу аутентичность. На следующей встрече мы поговорим про 4 секрета съемок без напряга, которые подходят абсолютно всем. Что бы вы ни говорили, уже проверили. Это не первый эфир, где мы эту вещь вещаем. Поэтому 4 секрета съемок без напряга вообще. Гарантирую. Даю зуб. И, конечно же, как можно монетизировать свою аутентичность. Приведу вам примеры людей, кто уже это делает. Приведу вам пример людей, кто при взаимодействии со мной это делает, уже переводит в деньги. Следующая встреча будет очень интересна. Я вам гарантирую, что вы получите еще один пиксель, который сложится у вас, и вы скажете «Окей, теперь что дальше?». Потому что дальше, следующая встреча, я не буду тизерить, потому что она будет еще интереснее. Мы сделали такие встречи, чтобы каждая встреча была интереснее предыдущей, интереснее, интереснее предыдущей. Потому что в конце, через 7 дней, мы откроем вам, скажем, формулу «Yes». Я расскажу, почему она у других работает, почему она может сработать у вас, что такое вообще контуры, почему у одних получается, у других не получается. Все это будет в наших встречах. Поэтому есть ли вопросы, давайте обсудим. Дайте обратную связь, как вам было сегодня полезно. Зарядились немножко, вдохновились, возбудились. Напишите мне ваши реакции, напишите вашу обратную связь. Насколько вообще сегодня было вам полезно? От 1 до 10 реакциями, вашими мыслями, инсайтами будет очень полезно. 10 из 10. Слушай, офигенно, классно, благодарю вас. Это только первая встреча, ребята, я еще раз говорю. Она была простая, водная, больше вдохновительная на то, чтобы вы поверили в то, что есть формула. Не нужно идти в что-то не свое. Я пришел, чтобы помочь вам найти что-то конкретное, что меня само лично это бесит. Я сам не иду по этому пути и не понимаю, как вообще у людей хватает смелости идти пробовать и прыгать через себя. Если есть вопросы, мы опять же откроем чатик и можно, может мы сделаем, да, Максим, комнатку с вопросами, они будут копиться. Нет, нет, мы откроем возможность, я думаю, все, кто хотел выйти, вышли. Откроем возможность в чате писать и, возможно, утром, утром мы откроем, наверное, не в ночь. Да, окей, окей, хорошо. И я тоже хотел сказать про орг все моменты, что мы запись эту опубликуем, ее, может быть, пересмотреть, мы сделаем по ней саммари, опубликуем. Мы задания, которые сегодня звучали, мы их тоже завтра, я думаю, в первые половины дня мы их обработаем, опубликуем. И, соответственно, все, кто будут эти задания делать, например, кто даст вопрос, получит обратную связь, пришлет ее в чат, все, кто сделает это, особенно в первые сутки, чтобы мы успели к следующему эфиру подготовить вам ответ, все получат обратную связь. То есть у вас есть возможность эти семь дней действительно провести суперполезно и просто возьмите, если вам откликается, если у вас есть запрос, возьмите, просто выжмите из этого всю пользу, не стесняйтесь. Да, возьмите по максимуму. Отлично. Ребят, спасибо вам за первую встречу, благодарю за доверие, благодарю, что пришли, поддержали. И я уверен, что те, кто будет смотреть в записи это видео, потому что люди будут догонять, не все смогли во вторник, да, посмотреть следу. У нас мы не стали делать так, аутентичный контент, подразумевает ли какую-либо стратегию или все же это по наитию. Смотрите, наитие, это все-таки все равно, знаете, на ощупь в темноте. Смотрите, когда вы ловите это состояние, когда вы понимаете, еще раз говорю, те, кто сподхватывает вот этот эффект, да, вот этот полет, вот это состояние легкости, уверенности в том, что он делает, никакой контент, никакая стратегия по факту не нужна. Потому что, смотрите, наитие, это когда вы сомневаетесь и все равно двигаетесь. В аутентичном состоянии вы просто делаете каждый день, вы просыпаетесь, потому что знаете, что вам все нужно, это, 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 это. Это такой негласный мэч с самим собой, когда вы понимаете, что, ну, я уверен, ни единого сомнения. Вот состояние нужно поймать, и на дне нужно работать, и мы будем рассказывать, как его получить. Я тебе дополню, что, а с другой стороны, когда у тебя есть ясность, ты понимаешь, кто ты, за что тебя выбирают люди, что им ценно, стратегия складывается сама собой. Ну, то есть у тебя появляется ясное, четкое понимание, как ты движешься в ближайший месяц, там, примерно 3 месяца, год, там, и так далее. Так что стратегия… Для проекта, где нужна стратегия, стратегия будет. Да, 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 вы просто будете понимать, что делать, поэтому вам, то есть вам никто ее не придумает, не даст, она просто внутри, вы знаете, как карта дорожная просто прорисуется, более четко, и тогда у вас не будет ни единого сомнения, и про наитие не будет даже и речи, потому что, сейчас говорю, наитие – это когда вы двигаетесь, да, но все равно сомневаетесь. В этом состоянии нет единого, ни единого сомнения, то есть, я все равно говорю, почему люди многие, знаете, маленький факт скажу, баллос такое, когда вы просыпаетесь утром и хотите доспать. Вот когда вы просыпаетесь и у вас есть желание доспать, это сигнал о том, что организм, ну, как бы, ему не очень комфортно сейчас проснуться и пойти делать то, что он хочет. Это сигнал о том, что в вашем состоянии есть небольшой сбой о том, что в вашем сознании хочется поспать. Я просыпаюсь каждое утро, я не хочу спать, у меня столько надо сделать интерес, у меня столько ждет всего важного и прикольного, я просто не могу спать. И, знаете, это разница, когда я поспался в Москве и просто такой прям еще бы, прям вот еще бы. И мой мастер сказал, что нет, значит, твое тело просто не хочет жить, ему не очень комфортно, ему лучше остаться там в тени, там, где ночь, там, где сон. Я вам желаю всем быть на свету, быть при свете, при своем собственном свечении. Благодарю, что пришли, благодарю, что задавали вопросы, дальше будет еще интереснее. Эти семь дней для вас могут показаться значимыми, поэтому не стесняйтесь, приходите, пробуйте, задавайте вопросы, ошибайтесь, пробуйте и пробуйте, еще раз пробуйте. Один раз – это 10 попыток, помните это. Поэтому вперед, yes, спасибо, что были здесь. Всем пока-пока, увидимся завтра в чатике, не пропускайте. Пока-пока, всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok